Всем привет! Вы на канале Мир Путешествий, с вами как всегда Андрей Полховский. Сейчас апрель 2023, я нахожусь в Турции и тема сегодняшнего видео «Стоит ли ехать на отдых в Турцию весной?». Под весной я буду понимать такие месяцы, как апрель и май, так как чартерная программа у белорусских туроператоров начинается именно с конца апреля, поэтому тема актуальна. И в этом видео разберемся во всех плюсах и минусах такого отдыха. Досматривайте видео до конца и вы сможете решить для себя, подходит вам весенняя Турция, либо нет. Если вам интересны более подробные репортажи с места событий и вы хотите следить за моими передвижениями онлайн, то подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку оставляю здесь. Я не буду утомлять вас своей говорящей головой и пока буду рассказывать вам о плюсах и минусах, вы сможете насладиться видами отеля, в котором я сейчас проживаю. Нахожусь я сейчас на Анталийском побережье, в регионе Кемер и вся информация в данном ролике будет касаться именно данного побережья, которое расположено на Средиземном море. Наверное, вы знаете, что Турция мывает 4 моря. Черное, мраморное, эгейское и Средиземное. Но основные курорты находятся на Эгейском и Средиземном море. На последнем расположены такие популярные курорты, как Кемер, Сиде, Белек, Анталия, Алания, которые хорошо известны и где отдыхает основная масса туристов. Итак, первый плюс для отдыха весной – это климат. Он средиземноморский с очень мягкой зимой. В апреле уже достаточно тепло и комфортно, а главное – не жарко. Среднедневная температура апреля примерно плюс 20 градусов. Но за счет яркого турецкого солнца создается ощущение, что температура выше, чем есть на самом деле. В мае столбик термометра поднимается до плюс 25, а в некоторые дни и до плюс 30 градусов. Поэтому кто не переносит жару или не любит сильно жаркую погоду, добро пожаловать в весеннюю Турцию. Когда я улетал, у нас в Беларуси в начале апреля было примерно плюс 2-4 градуса. И здесь, конечно же, сразу чувствуется контраст. Плюс номер 2 – это, конечно же, цена, которая на данный момент для многих является основным фактором для принятия решения. Весенние месяцы не пользуются большим спросом для пляжного отдыха в Турции. Основная масса туристов направляется сюда в июле или в августе. Поэтому цена на отели и на авиаперелеты может отличаться значительно. Иногда даже в разы. Часто на некоторые даты у туроператоров остаются непроданные билеты. И купить такие туры на определенные даты можно с большими скидками, что окажется очень приятным для вашего бюджета. Поэтому тем, кто хочет сэкономить на отдыхе в Турции, можно рассматривать весенние месяцы. Плюс номер 3 – небольшое количество отдыхающих в отелях, на пляжах, в городе, на рынках. Нету столпотворений, суеты, очередей и, как следствие, хорошие цены. На экскурсии, на вещи, на одежду. Турецкие продавцы более сговорчивы весной ввиду отсутствия покупателей. И цены у них значительно ниже, чем летом. Плюс номер 4 – это свежие овощи и фрукты. Если вы приезжаете в мае, то к вашему приезду уже поспеют клубника, черешня, мушмула и апельсины. В конце мая спеют арбузы и абрикосы. Из овощей в мае уже доступны помидоры, картофель и зелень. Ну а что же насчет минусов, спросите вы? Первый минус – это море, а точнее его температура. Купаться в апреле или в мае смогут немногие. Вода бодрящая, температура ее в Средиземном море составляет 18-19 градусов в апреле и примерно 21-22 градусов в мае. Конечно, для многих это не будет являться препятствием, но если вы ожидаете теплого комфортного моря с температурой воды в 28 градусов, то стоит выбирать летние месяцы или, например, сентябрь, когда температура воды еще держится на уровне 27-29 градусов, а цены уже не такие высокие, как в июле и в августе. Вторым минусом может оказаться сервис в отелях. Немногие отели Турции являются круглогодичными. Многие из них не работают зимой и только открываются в конце апреля либо в начале мая. Количество отдыхающих первые недели открытия отелей небольшое. Соответственно, ассортимент еды на все включено может быть также небольшим. А также вас могут огорчить какие-то недоделки. Не все отели успевают привести в порядок свою инфраструктуру и доделывают это уже после открытия. Итак, это были основные плюсы и минусы отдыха в Турции весной. Все зависит, конечно, от ваших пожеланий и от вашего восприятия. Ведь минус для одного человека может оказаться плюсом для другого. Надеюсь, видео было полезным. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Привет из Турции и до встречи в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok